Музыка Еще раз добрый день всем присутствующим. Тема у нас сегодня обозначена «Коллективные действия работников как фактор сохранения производства». Значит, она, ну, как бы, скорее, с моей точки зрения, ну, может, потому что, как объявлено было, работаю первым заместительным председателем правкома, с моей точки зрения, она больше, ну, в настоящий момент практическая, и в плане теоретическом, по-моему, она еще недостаточно разработана. Ну, это с моей точки зрения. Значит, ну, тогда пойдем по тем делам, которые у нас произошли, и из этого, может, там, сделаем какие-то определенные выводы. Те товарищи, которые захотят, знают, находятся в курсе дела, да, и знают, что на самом деле происходило, и они будут меня, там, поправлять добавлять или еще каким-то образом. А, им же хуже, да, это значит, это приветствуется в данном конкретном случае. Значит, как мы помним, где-то в ноябре 2008 года появились первые ласточки, объявления начали даваться о том, что вот грянул экономический кризис, и работодатели, значит, как будто по команде, там, все начали обращаться к коллективам по поводу того, что нужно работникам в этой ситуации нужно пояса поджать, значит, напрячься, и были такие достаточно серьезные обращения по поводу того, что надо еще и отказаться от льгот и гарантий, которые зафиксированы в коллективных договорах, и даже были некоторые, значит, такие намеки на то, что, ну, и к тому, что зафиксировано в трудовом кодексе, тоже надо относиться... Не догма. Да, это не догма, это, значит, поправимые и так далее и тому подобное. Значит, и в тот период времени, значит, уже к январю месяцу российская трехсторонняя комиссия, в которую в том числе входят и представители общероссийских, и даже, да, объединений, значит, она приняла решение о том, чтобы вот обратиться к работникам, чтобы поддержать вот эти предложения представителей собственников, по сути дела, и дать добро на то, чтобы ущемить в значительной степени права работников. В порту, там, где я работаю, у нас это тоже происходило очень даже неровно, потому что, значит, коррективы низовые, как бы, в ответ на это, как мы понимаем, по большей части возмущались, как же так, что это такое, почему, значит, там, если кризис наступает, а почему это должно быть за счет работников. Но те руководители профсоюзных организаций, часть из них, которые, значит, ну, это с моей точки зрения, да, не особенно, вот, с точки зрения политической смотрели на эти вопросы, они пошли на попятную, в том числе, и, вот, известный у нас бывший тогда председателем Портового комитета Моисеенко Александр Николаевич, он без разрешения Портового комитета подписал с представителем Лисинской компании в соглашении о том, что вот мы, там, на несколько месяцев даем добро на то, что определенный ряд пунктов, там, коллективного договора не действует. Это вызвало, там, определенную критику и так далее и тому подобное, но, тем не менее, это был такой факт. На ПКТ, на первом контейнерном терминале, где вот я работаю, правком единогласно принял решение о том, чтобы обратиться к работодателю с противоположным предложением, поскольку, значит, кризис, в первую очередь, ложится на работников, то надо, наоборот, принять все меры к тому, чтобы работникам оказывать помощь и поддержку, работодателю это сделать проще. И категорически, значит, отказался подписывать те обязательства, которые работодателю предлагал. Ну, они были похожи, списаны, видимо, даже с тех, которые в компаниях господина Висина были приняты. В течение 2009 года, параллельно с этим, проходили переговоры, которые были посвящены тому, чтобы приблизить заработную плату к стоимости рабочей силы работников. Харьков Васильевич непосредственно участвовал в этих переговорах. Значит, на этом фоне одновременно кризис все-таки коснулся в значительной степени производства. И объемы производства в течение 2009 года постепенно снизились примерно на 26% в самой плохой точке, что я делаю. Соответственно, заработная плата работников, она сама уже по той простой причине, что заработная плата сделана, она снижалась сама по себе. То есть уже только от объемов производства. А нам надо было достигать противоположных результатов. Значит, правкому удалось организовать достаточно грамотные, коррективные действия работников, на которые... Михаил Васильевич это хорошо помнит, работодатель вообще предполагал, что в ситуации, когда идет вот этот гнет, психологические давления идет, и работники, с его точки зрения, должны быть по большей части, значит, напуганы, что же там будет, там, увольнение, то все, пятое-десятое. Значит, они воздержатся от каких-либо, там, действий. Тем не менее, ПКТ было организовано таким образом, что работники достаточно дружно выступили, и даже был определенный момент, когда, знаете, всегда, когда идут переговоры, да, достигаются некоторые компромиссы, то в результате, значит, по тем результатам, которые получались, а получились вот с сегодняшнего дня, когда смотреть на это дело, получились результаты достаточно позитивные. Значит, можно вот на теперешний момент даже сказать, что те договоренности, которые, в конце концов, по результатам коллективных переговоров и по результатам, в первую очередь, конечно, коллективных действий, потому что, если бы не было коллективных действий, то никакие коллективные переговоры ничему бы не привели, в конце концов. А были бы такие разговоры, проговоры, но никак не результативные переговоры. Вот по тем результатам, которые были на тот период застегнуты, вот даже тот уровень, который мы вот сейчас сопоставляем по заработной плате, получается, что работодатель тогда, значит, был вынужден поднять тарифные ставки оклада работников на величину большую, на, по-моему, вот если я сейчас уже забыл, в порядке 6,5% больше, чем уровень инфляции. И это было сделано практически так вот, в таком объеме, это было сделано впервые в порту. Потому что до сих пор там, до того момента, у нас проходили достаточно удачные переговоры и удачные коррективные действия, и были забастовки, которые в свое время, значит, объявлялись незаконными. И вот Виктор Акадьевич тогда, значит, будучи депутатом Государственной Думы, помогал нам в том, чтобы преодолеть эти, значит, давления со стороны, в том числе и государства. И в результате все-таки получались хорошие результаты, и заработная оплата приподнималась, но она все время как бы догоняла инфляцию. А здесь получился такой шаг, при котором, значит, инфляция была преодолена в большей даже степени. Инфляция догоняет нашу зарплату, и те данные, которые мы имеем вот на текущий момент, за 10 месяцев текущего года, показывают о том, что и ту инфляцию, которая вот уже в этом году, значит, заработная оплата ее перегоняет сейчас. Это, конечно, говорит о том, что результаты можно, значит, достигать с помощью коллективных действий работников. Значит, что касается вот компании Лисина и самого миллиардера Лисина, то во многом по тем причинам, что ему-то удалось, значит, принудить работников подтянуть пояса, значит, он переместился с третьего места на второе в рейтинге миллиардера. На первое? На первое? На первое, да. Ну вот, видите, как бурные аплодисменты докерам-механизаторам, которые вывели миллиардера. Первый, четвертый и второй стередованные компании, которые вывели миллиардера Лисина на первое место. Ура, товарищи! Значит, ну сейчас в этом направлении идет работа, так что можно по этому поводу не беспокоиться. Значит, на ПКТ вот картина... И Ваш, конечно, вышел бы, в миллиардеры вошел. Наш тоже вошел в миллиардеры, но при этом, да, значит, то есть мы видим о том, что вот эта вот борьба, если бы она была более организованной, если бы она была не в отдельном взятом предприятии, можно было бы гораздо большего, конечно, достичь по этому поводу. Тем не менее, значит, рост объемов производства явно произошел на ПКТ. Сейчас тот уровень, который был в 2008 году, он уже, ну, как бы, еще выше по перегрузке контейнеров. По остальному порту это не так. То есть это еще пока идет достижение того уровня, который был в 2008 году. Значит, кроме всего прочего, вот в сентябре было подписано соглашение с работодателем о том, что коллективный договор, который был заключен на три предыдущих года, он, значит, с февраля 2011 года продлевается еще на три года. Такого тоже в порту раньше никогда не было. То есть еще коллективный договор не закончил своего действия. Еще он работает, да? Еще, ну, как бы, уже не требуется никаких дополнительных переговоров о переподписании коллективного договора. У нас уже лежит на столе соглашение совместно. И профактив абсолютно убежден в том, что это четкий результат тех коллективных действий, которые были проведены, организованы профсоюзом в 2009 году. И очень хороших новых предложений, которые были выброшены. Ну, это, можно, наверное, и это тоже, значит, упомянуть, потому что, значит, это может выглядеть так, что вот, как бы, по инерции все произошло. Тоже не в плане по инерции, потому что работодатель все-таки сделал попытку определенным образом, значит, обрушить коллективный договор. Он, значит, вынес предложение, по которым, значит, как он предлагал исключить из коллективного договора все согласования с профсоюзом и так далее и тому подобное. На это было соответствующее обоснование подано от профсоюза и решение собрания работников по этому поводу было. Что если вдруг чего, то, наверное, они просто забылись. А, да, мы забылись, давайте лучше подпишем. Ну, я утребую, конечно, тем не менее, значит, результаты определенные есть, и они совершенно однозначно говорят о том, что это результаты коллективных действий работников. Значит, ну, мы помним, что в течение, там, этого года и прошлого года были ряд событий на разных предприятиях, в которых также работники поднимались на коллективные действия. Чаще всего это происходило где-нибудь на градообразующих предприятиях, там, где уже, там, дожимаются, значит, не только сами работники, но и семьи, и уже, там, группы людей. И, как мы видим, чаще всего, все-таки, там, результаты положительные достигаются. Тем не менее, вот, с моей точки зрения, всегда ли коллективные действия работников приводят к положительным результатам? Хорошо организовываются. Вы спрашиваете? Да. Если вы всегда бы приводили, такого же... Больше бы не говорили, а то бываете... Поддержащий камень вода не дышит. Да, да. Даже в случае поражения. Давайте, ну, давайте мы по это самое... Может быть, посмотрим на это дело, ну, как мне представляется, чуточку критически, в том смысле, что... Ну, мы, разве мы не имеем опыт, когда коррективные действия работников были организованы не с благими целями. Например, на чьей волне, и кто поддерживал, там, приход к власти президента Ельцина? Вспомним. Было дело? Было дело. Значит, они приезжали, там, даже группа людей приезжали в Москву, били касками по, значит, мостовой и так далее и тому подобное. Это тоже в определенной степени, значит, коррективные действия работников. Но они были направлены другими силами, в других направлениях и имели совершенно другие результаты. То есть, мы так полагаем, что прежде всего, вот, вот, даже с постановкой вопроса коррективные действия как фактор сохранения производства, вот, мы приходим к выводу, что грамотно организованы и по определенному целеполаганию. А как сделать так, чтобы у работников, значит, вот эта вот цель, да, благая, она, ну, перед ними была поставлена и, значит, находились вот эти способы организации коррективных действий. Мы делали, потому что, значит, мы делали это по той простой причине, что прорабатывали варианты, прорабатывал варианты фонд рабочей академии, да, но те цели, которые, вот, мы достигали, да, и те методы, которые мы применяли, они обсуждались на Российском комитете рабочих прежде всего, да, и этому в немалой степени способствовала рабочая партия России, если, положа руку на сердце, да. Если бы не было проработки на уровне партийном, не было проработки потом на уровне коллективно рабочим, нам было бы гораздо труднее это дело делать. И никто не, это самое, из наших ребят не скажет, что он не знает, что я, там, коммунист и член рабочей партии России. Все знают, это очень хорошо. Там нет официального, значит, официальной установки по поводу того, что ведется там партийная работа и так далее, и тому подобное. Но в части того, чтобы кто-то что-то сказал, что вот, там, определенные представители рабочей партии России делают неправильно для работников, вот такого нет. И даже наоборот, скорее, значит, как только возникает какой-то, там, критический вопрос, то там сразу же знают, куда обратиться. А давайте мы привлечем фонд. Зная, что это, чем фонд будет заниматься. Значит, поэтому, я полагаю, что нам надо вот в этом направлении очень крепко призадуматься. Особенно сейчас, когда в средствами массовой информации вброшена, значит, вот эта последняя, так называемая, значит, вот эта задумка, под флагом господина Прохорова, урезать трудовой кодекс. И причем, ну, там, каким-то фантастически немыслимым образом, то есть ввести, допустим, 60-часовую рабочую неделю, это значит, что бросить Россию даже не в, там, допотопный капитализм, а за рамки капитализма куда-то там в феодальный строй. И посмотреть, да, авторская революция. Ну, Слав Копаренко отреагировал, как, не знает, заявление, нет? Да. Президентский мир. Единая Россия отреагировала в лице Исаева. Да, Путин повторяет слова. Он очень против, очень против. То есть, тут и стоит прямо рвалами. А что, Копаренко предлагал активизировать действие в Россию? Поэтому, значит, вот на текущий момент мы имеем из тех инициатив, которые идут от представителей работников, мы имеем предложение по внесению изменений в трудовой кодекс со стороны МПРА, Межрегионального профсоюза работников авиапромышленности. Автопромышленности. 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 Да. Значит, у них есть, ну, неплохие, будем так говорить, предложения по этому поводу. Они обратились, сейчас я уже об этом знаю четко, они обратились ко всем, кто может им помочь в обосновании юридическом этого дела. Так? Значит, Петербургская эгита, я от них знаю, тут достоверную информацию, они берутся за этот вопрос. Так? Значит, я так полагаю, что надо бы это дело было бы поддержать и расширить, и в том числе, в том числе, значит, использовать для этого и трибуну российского комитета рабочих, обратиться к профсоюзу, прежде всего, наверное, к профсоюзу защиты, который на пролетарских позициях стоит. Единственный профсоюз, который официально признал, что, значит, коммунистическая идеология – это идеология профсоюзного движения. В том числе. Я полагаю так, что надо привлечь для этого дела ФПР, мы попробуем это сделать. Но пока вот по результату обсуждения вот этой инициативы МПРА, пока я могу высказать только то, что вот у нас в профорганизации, да, такие некоторые шатания и скепсис по поводу того, что вот сейчас там эти образовали эту в Думе группировку под названием «Единая Россия», да, через нее фиг чего пробьешь, это они задумали эту провокацию, которая, значит, в дальнейшем может им позволить там через Думу протащить, примерно так же, как протаскивает через Думу, этот самый, саркази там реакционное свое законодательство пенсионное, так же и у нас. Поэтому я считаю, что надо бы в этом направлении по поводу коллективных действий работников надо было бы как-то пообъединять нам силы, все какие только возможно. И в том числе, я не знаю, там, всяческими разными способами. Остальных терминалах профсоюзы поддержат ту работу позитивную, которая будет в конце концов вестись. Я бы, в общем, вот так бы вопрос пока поставил. Хотел бы, чтобы кто-то высказался по этому поводу, что в этом направлении мы можем и должны были бы сделать. У меня все вообще. Как поднять активность рабочих? По моим понятиям, 17-й год это сухой закон, решающий раз. Объединить. А все остальное уже следит. Я так горько, как в ваших книг написано, из-за временной мысли. Если это вопрос непосредственно ко мне, то я бы ответил таким образом, что тогда, я в этом убежден совершенно, и опыт это показывает, тогда, когда рабочим предлагается правильная цель, которую они признают как цель в их интересах коллективных, тогда, когда при этом предлагаются определенные, принять определенные меры, которые посильны для рабочих и должны привести к определенным результатам, рабочие это дело поддержат, и поднятия тут по данному вопросу активности рабочих вполне возможно. Что касается сухого закона, то вот примером, по-моему, сухого закона является ПКТ. Потому что я очень хорошо помню состояние порта в советское время, первый контейнерный терминал, на котором я работаю сейчас. Значит, в советское время, чего греха таить, значит, достаточно часто докеры-механизаторы и на рабочих местах периодически употребляли там алкоголь. И тем не менее, вот ситуация сейчас на ПКТ такая, что даже дни рождения отмечаются тортиками. Никакого алкоголя, там, никаких пьянок сейчас на ПКТ нет. То есть уже в течение двух лет не было случаев таких, когда человека бы задерживали на проходной, что он идет на работу с остаточными явлениями алкоголя. Поэтому, если бы не определенные, там, договоренности по профсоюзу, прямо вот снизу, с решений профсоюзных групп, вряд ли нам удалось бы такого достичь. Ну, просто вот прямо в профсоюзных группах поставили такую задачу, что при данном производстве употребление алкоголя – это гибель людей. Это не просто вот опасно, да, что это может там, там, ногу подвернул или что-то подобное. Это просто недопустимо абсолютно. Потому что пьяный крановщик – это убийца. Пьяный водитель – это убийца. Та техника, которая применяется сейчас, вот, на производстве, при перегрузке контейнеров, если человек управляет автомобилем, который ведет 40-тонный контейнер, то достаточно небольшого утарчика для того, чтобы человека, ну, как минимум, сделать инвалидом. Да? В течение... Надо вспомнить... Съехать на горы справа. Да, или что-то в этом... Так, сам... Значит, одна травма произошла за все время того самого существования ПКТ, серьезная травма, но она не связана была с этим... Ну, с алкоголем, да, человек почему-то, я не знаю, по какой причине, значит, решил двигающейся на тракторе, ну, с целью, со щеткой каким-то образом, значит, потрогать рукавицы, да? Ну, и, соответственно, ему кисть очень сильно покалечила. Это была вот серьезная травма, но она скорее вот, там, так, такая... Ну, не непосредственно на производстве, да? И то, это, конечно, было очень, там, серьезно, но она не связана с пьянством. У нас вопрос сейчас, можно вопрос, да? Вопрос... Существуют ли связи профсоюзов от контейнерных терминалов? ПКТ 1, 2, от сети, но только как вы инкорбинируете свои действия, знаете, кто что делает, ну, каким образом? И, соответственно, пытались ли мы установить связи, ну, скажем, с другими портами? Насколько я знаю, в Калининграде там были события, мы их просто придавили, потому что, витуация мы, насколько получаем информацию, я знаю, насколько она достоверная там, да? Тоже трудно сказать. Это вот первый вопрос. И второй вопрос, это... хотелось бы все-таки немножко уточнить, вот как вы видите роль партии в деятельности профсоюза, то есть партия, это как простой консультант, там, помощник, или какие-то... Потому что партия вообще это организация, которая ведет политическую борьбу, да? А здесь, а вы наше высказывали, ну да, она помогает, она консультирует, она помогает юристами, если у нее есть возможность еще. Вот второй вопрос. Если есть возможность, осветите, пожалуйста. Ну, во-первых, значит, российский профсоюз докеров, он существует с 1992 года, до этого профсоюзной организации докеров по профессиональному признаку организованной, они были созданы в ряде портов в России, и в 1992 году, как я уже сказал, было принято решение о том, чтобы объединить эти профсоюзные организации. Российский профсоюз докеров недавно состоялся, состоялось заседание совета, координация между портовыми организациями, она налицо, да? Значит, далее в порту действует первичная профсоюзная организация, портовая организация российского профсоюза докеров, Москова, порта, Санкт-Петербурга, и все терминалы, как вы выразились, можно и так говорить про... Можно, можно, можно и так называть стередурные компании, на Западе, по крайней мере, чаще так называют. Значит, и все стередурные, работники стередурных компаний, работники терминалов, между собой взаимодействуют. Другое дело, что у нас сейчас такая ситуация, когда идет в определенной мере видоизменение профсоюзной организации, не всегда, значит, правильно есть понимание у людей того, как и что происходит. в лесенских компаниях сейчас идет очередная реорганизация, первую, вторую, четвертую стередурные компании, первую, вторую сначала, четвертую, потом, она отложена на этот результат, первую, вторую, третью стередурные компании вливают снова в АОМ и АРПОРТ СПБ, это тоже налагает определенные там, эти самые проблемы, создают для работников. Значит, что касается партии, то было бы целесообразно, если бы партия могла работать в полном объеме в рабочих коллективах. Но это уже, по-моему, как бы вот задача партии, а начинать надо хотя бы с чего-нибудь, и если партия займется в том числе и вот этой работой, то я думаю, это будет на пользу. Но без партии, еще вот возвращаюсь, да, без партии надеяться на то, что, значит, в профсоюзных организациях, само собой, будут возникать вот какие-то там эти самые речь идет не о политических кружках. Сами собой будут появляться идеи по поводу того, самоорганизации, того, как это правильно сделать и как это коллективно сделать, это невероятно, это невозможно. на Западе опыт богатый, там профсоюзы, совершенно они без партии обходятся. Вот насчет того, что профсоюзы на Западе не обходятся без партий, это я вам прямо скажу стопроцентная сказка. Значит, профсоюзы Франции целиком и полностью на стопроцентно политизированы. Значит, профсоюзы Франции прямо вот этот профсоюз с этой партией, этот с этой, этот с этой, этот с этой. Совершенно в открытую. И если вы посмотрите вот те события, которые сейчас проходили, то значит, они проходили под флагами СЖТ. СЖТ это коммунистический профсоюз. С определенной политической ориентации экономической войны невозможно. По определению. Как считаете? Совершенно верно. Причем по определению. Но принцип. Принцип. Пожалуйста. Скажите. Добрый вопрос. В вашем докладе по развлечению необходимости рабочего движения и чтобы его сглубляла партия. Считаете ли вы, что сотрудничество, какое есть, я понимаю, на первом контейнерном терминале партии «Справедливая Россия» может привести работников к новым достижениям, к результатам какими-то? Если партия «Справедливая Россия», будет отстаивать интересы работников, то это могло бы привести. Почему вопрос был задан? Значит, около ста человек работников первого контейнерного терминала состоят номинально в партии «Справедливая Россия». Председатель правкома нашего, он активно взаимодействует с руководством партии, ставит определенные задачи и так далее и тому подобное. И надо отдать должное, что в определенные моменты некоторая идеологическая помощь была, потому что когда речь шла о постановке вопроса по поводу приближения заработной платы к стоимости рабочей силы, то лидер партии «Справедливая Россия» Миронов, он поддержал это дело, у нас есть письменное по этому поводу заключение. Поэтому лично я не уверен, что партия «Справедливая Россия» сможет в должной мере провести за собой рабочий класс. Но если она пошла бы таким путем, почему нет? Какая пойдет партия по пути пролетарской, та и будет. А не потому, что это называется коммунистической, она вот будет, а это называется социалистической, она не будет. Не по этому. Еще вопросы, пожалуйста. У нас коммунистических партий, считай, сколько их? Тем более. Потому что на самом деле коммунистических партий не так уж мало. чисто практически. Скажите, насколько активно участвуют рядовые члены профсоюза в работе профсоюза? Мне кажется, что это общая проблема всех профсоюзов. Как по возможности, насколько у вас они активны? активны. Поскольку у нас эта работа ведется достаточно давно, то профсоюзный актив, который на ПКТ и других компаниях, он достаточно большой. То есть, по крайней мере, в каждой бригаде, как минимум, два, три, а то и больше человек, являются активными профсоюзными работниками, ну, как это, функционерами, активистами. То есть, они неосвобожденные, да? Большинство неосвобожденные. Но, надо сказать, что структура довольно интересная даже у правкома, да? Значит, у председателя правкома два первых заместителя, один из них я, а второй, Слава Ремезов, он неосвобожденный. И у него девятнадцать заместителей по разным направлениям работы. Они все неосвобождены. Поэтому там вот определенную работу по привлечению активов, конечно, проводим. Но при этом надо сказать, что, ну, по моим представлениям, где-то процентов 30 работников, да? Значит, достаточно так апатично относятся к, ну, в обычном состоянии, да? Значит, так, ну, не особо так это активничают, да? И даже могут высказывать там определенные такие скептические высказывания и так далее и тому подобное. Но так, оно как только происходит вот какие-либо события, в том числе вот эти призывы к коллективным действиям, которые я сегодня, о которых я сегодня рассказывал, то бывает такое, что из вот тех, кто ранее там был не очень активен, вдруг, значит, они с большей активностью начинают к этой работе относиться. Ведь одно из проблем на производстве вот организация коррективных действий грамотно. По этому поводу еще, ну, там, я не рассказывал, может быть, потому что все-таки докерская работа, она очень специфическая, да, но тем не менее, значит, рассчитывать на то, что вот именно профсоюзный активист, который ранее всегда проявлял себя как профсоюзный активист, он вот проверить себя как организатор в этом деле нужно, да, но это не всегда бывает. Иногда бывает, что рядовой член профсоюза у нас в профсоюзе не состоит один работник. Ну, он уже престарелый давно, и там с ним просто никто не... Из всех. Из всех. Да, один не состоит в профсоюзе. Один. Лисин. Лисин не прав. Лисин не хочет платить. Лисин не хочет платить. Он состоит на юзе, но мы... Наша компания не относится к Лисинской компании. нас этот самый... Не своего вырастили. Да, у нас свой. У нас свой юзелен, он... Ну, это самое. ДПР. Прифиль. Да. Но про юзелен и про ту политику, которую они ведут, можно достаточно и положительного много говорить, потому что в отличие от множества других, четко надо признать, что вот они вкладывают средства в развитие производства. Однозначно. Совершенно. То есть, их можно там укорить в том, что они пытаются, значит, там, из работников выжить там и так далее и тому подобное. Все это и есть, как у всех буржуев, да? Но они относятся к разряду тех капиталистов, которые, конечно, расширяют производство. это нормальные буржуевы? Это нормальные буржуевы? А вот администрация, вот СРА, регулируют, до какого уровня, то есть, этот профсоюз? Значит, сейчас я попробую пояснить. Значит, на ПКТ, нет, на ПКТ специфическая ситуация, она, кроме всего прочего, состоит в том, что у нас действуют две профсоюзных организации. Действует профсоюзная организация российского профсоюза докеров, в который входит 100% докеров, механизаторов, там, процентов, так, приблизительно, да, процентов 80, наверное, рабочих механизаций, примерно столько же процентов от Тальманов, то есть, это те, кто непосредственно участвует в перегрузочных работах, да? И очень небольшое количество работников обеспечивающих и так далее, и тому подобное. Вот они состоят в профсоюзе работников водного транспорта. В том профсоюзе, который входит в ФНПР и, значит, по большей части это либо те работники, которые и раньше состояли в этом профсоюзе, но молодежь, которая приходит, они тоже состоят в этом профсоюзе, и даже руководители тех отделов, которые, когда мы садимся с ними на переговоры, то они вроде как от работодателя выступают. Есть такое дело, но у нас давно уже состоялась договоренность о том, что создан единый представительный орган. По тому положению, которое принято на конференции трудового коллектива, председателем этого единого представительного органа является председатель правкома российского профсоюза ДОКР. По определению, как вы говорите, да. А заместителем председателя является председатель профсоюза работников водного транспорта. И по функциям он обязан выполнять те поручения, которые ему дает председатель. есть поручения подписать? Есть, да. Более того, это усилено еще и тем, что непосредственно он в советское время был бригадиром ДОКеров-Механизаторов. Это тоже, надо признать, играют определенную роль во взаимодействии, во взаимоотношениях. то есть с ними вполне можно на этом уровне работать. Вопросы еще? У меня вопрос. У вас и других я иногда не хочу сказать, что вы для некоторых денег не знаете организации производства. Почему это выражается? Выпустили какую-то продукцию в глядую необходимую технологию, которые нормально материалы обеспечить, рабочих сил подобрать, и потом реализовать, чтобы было себе столь ваше чего-то ничего. Давайте здесь ваше лёжи. Очень сложно вопрос произвести. Я не буду возражать по поводу того, что я не знаю производство химическое, или не знаю производство станков 24 миллиарда станков берёт семьи Личенко, а 900 миллионов на зарплату. с автоматическим управлением. А что касается работы по погрузке выгрузке грузов, то я 16 лет непосредственно сам проработал докером-механизатором, из них 8 лет я был бригадиром. То есть поверьте, пожалуйста, поверьте, пожалуйста, а бригадиры в порту это в определенной степени не дадут мне коллеги соврать, стеледурок также, то есть организаторы погрузки. То есть просто возьмите на веру, что портовую работу я знаю неплохо. И то же самое относится абсолютно ко всем профсоюзным активистам нашего профсоюза. Потому что у нас в российском профсоюзе докеров все активисты это непосредственно работники. Значит, Санжин Александр Иванович он проработал в порту 33 года докером-механизатором. Вот председатель нашего правкома. Примерно такая же картина в других организациях. За редким исключением. Так что насчет производства тут пожалуйста, Олег Иванович. Сложно и вопрос не так в результате Вопрос действительно сложный. Вот я могу сказать выступление пожаром, давай. Вопрос организации коррективных действий, вы правы, он связан непосредственно со знанием производства, со знанием охраны труда, со знанием условий труда на рабочих местах, безусловно. Это нужно знать. и поэтому там допустим пришедший со стороны человек, который если он попытается что-то сделать, это маловероятно. Это можно только изнутри. Связан с обеспечением материала. Да. Пожалуйста. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Мы до сих пор еще пока не собираем большое количество работников на митинги не на 7 ноября, не на 1 мая. Нет такой массовости. Но я имел возможность общаться с представителями разных профсоюзов и во Франции, и в Греции. Во Франции по большей части они почти не ориентируются на работу на производстве по организации коллективных действий. То есть они как делают? Они идут на самую крайнюю меру, тогда когда объявляется забастовка. Речь идет о том, что коллективные действия это специфическая такая форма. Ее организовать сложнее, чем забастовку, и вот этого опыта пока особо не наблюдается на Западе. Хотя, ну надо отдать должное, да, сам вот этот вариант так называемый, то что у них называлось итальянской забастовки, он возник именно там. То есть они же, ну как бы, ну у них есть тоже определенный какой-то опыт. В Греции там тоже специфическая очень ситуация. Там профсоюзы строительные, например, сугубо политизированы, да. Но это имеет свои исторические корни, поскольку там было гонение на профессию, и коммунистов не пускали там на разные должности там преподавателей, там организаторов производства и так далее и тому подобное, они вынуждены были уходить на наименее квалифицированные работы, да. И таким образом в этом секторе строительном у них прослойка коммунистов, да, больше. И по всему видно, что профсоюзы вот строителей в Греции наиболее мощны из-за этого. Но это только лишний раз доказывает о том, что, значит, партийная работа, она очень востребована. У нас до сих пор не преодолена эта вот инерция по поводу того, когда в свое время там говорилось, что вот не надо там на производстве иметь там партийные организации и так далее и тому подобное. К сожалению, этим предательством занимаются представители КПСС. А как быть относительно, что предательство ли? Там без всех их относительно. Стопроцентное предательство Горбачева и всей этой шайки. 50 минут на занятие надо на первичке сделать для рукачков. И выступление, пожалуйста. Мне хотелось бы садить в спорный момент, за то, на который в Греции был поставлен, и профсоюзная работа на производстве, и партия политическая. Я думаю, что можно на эту голову поставить вопрос, что такое политика. Политика – это классовое власть за завоевание, удержание и осуществление политических властей. Значит, власти на сегодняшний день у партии рабочего класса нет в России. Значит, политическая борьба может идти только за завоевание. Ни об удержании, ни об использовании власти пока еще речи. Но думать об этом тоже надо, потому что если мы не создадим некое средство, некий инструмент для удержания власти, то, значит, приходили и уходили некоторые от власти. Я отвечу в вопрос о том, какая власть. Речь идет о власти класса или о власти партии. Если вы поставите вопрос о власти партии, мы получим джинновскую позицию, диктатуру партии, которая столкнулась в свое время с позицией, которую защищал Сталин, диктатура класса. Если диктатура класса, то партия ее осуществляет в числе других инструментов. Но все-таки партия служит классу. А вот если диктатура партии, на том основании, что через партию идет диктатура, и прямо вот ссылались на Ленина, тоже земной века камень, я скажу, без партии это не может быть диктатура рабочего класса. Но получается, что есть партия, рабочий класс у нее на посылках. Поэтому вот вопрос о том, когда вы ставите, давайте за ним ввести политическую борьбу. Давайте. Я хотел вот меня к ПРФ призывать. А что делать надо? А ничего, приходите и поставьте крестик. Вот там, где будет написано КПРФ. Какая еще борьба? Все. Никакой. И тогда уже будешь считать, что ты идешь в политическую борьбу. Вот то, что Константин Васильевич рассказывает, это все идунда. И какая еще сейчас есть политическая борьба? Так давайте вспомним, что нужно для вважения власти. Вы как все планируете власть получить? Через советы? Или через выборы к парламенту? Через выборы к парламенту хоть как раз пришли рабочие классы к партии. Это власти к ввести к ввести. Нет, не бывает так. Это мы все знаем уже. Значит, надо думать о том, как создать советы. А как создаются советы? Советы создают забастовочные комитеты. А как получаются забастовочные комитеты? Они получаются и забастованы. Будет массовая борьба забастовочная в России за интересы рабочих. Причем солидарно действующие. Так, чтобы это могли взаимодействовать забастовочные комитеты, образовывать органы типа российского комитета рабочих. Потому что тип, но если будет много этих комитетов забастовочных, это получится некий орган. Сначала двое власти, а потом власть. Будет мало, будет так вот тлеть это все. Но это политическая борьба. И тут сразу обнаруживается столкновение двух линий. Коммунистический и антикоммунистический. Сразу, на низовом уровне. Вот рабочий, пока он борется за зарплату, поскольку он зарплату не может себе повысить один, значит он коммунист по действию. Не по идеологии. Идеология у нас какая, как хочет исторический материализм? В буржуазном обществе господствует мыслить буржуазии. В том числе и в головах рабочего класса. Правильно? Или скажем, я еще резче подставлю вопрос. Вот сюда немцы пришли, фашисты, которые уничтожали нашу страну, наш народ. Что олигархи летели на самолетах и олигархи стреляли, так сказать, крупных пушек стрелял. И на танках ехали капиталисты. Или опять же ехали кто? Немецкие рабочие. Немецкие рабочие. Это тоже надо осознать. Поэтому пока человек, так сказать, там, будучи рабочим, борется за повышение своей зарплаты, это получается вроде действие общее. Общее действие, значит, переводится на ласцинский язык как коммунист. Оно коммунистическое. И вот, так сказать, выбился, наконец, один. Возвобожденный. Как скажем, у нас есть яркие примеры на сегодняшний день. И вот выбился человек туда, посмотрит, говорит, а можно что вы себе зарплату? И четыре недругим путем, и гораздо быстрее свою. Зачем это такое ордаву повышать? Вот сейчас мне, значит, вам, так сказать, вы по копеечке сброситесь, а мне уже копеечки много. И мы наблюдаем. И это примеров таких в профсоюзном движении современном. Тьма. Из которых ясно, что то же самое происходило и при социализме. В квартирном аппарате, в профсоюзном аппарате, который считался кладбищем партийных кадров. В два кладбища были Госплан и профсоюзы. Как-то ускорился человек туда или туда. И потом смотрят, что с ним получается с этим профсоюзным движением. Так вот, я хочу сказать, что тут тоже политическая обрыва. А как сделать так, чтобы люди, профсоюзники, не вгнивали, не предавали, а предают сплошь и рядом. Вот Василий Бут, один из председателей РПД. Хороший РПД, новый профсоюз создан. Украл профсоюзную кассу вместе со своим другом Шепелем. Но поскольку Васильеву сняли, потом исключили из профсоюза, на том же первом КТР-криминале, кстати. Вдруг его Шепелем стал, председателем братья, выкинули этого Шепеля, а он тащил проект ГЗОТа, Страдового кодекса, прям предположенный тому, который предлагали профсоюзы и фонда рабочих. Или скажем, вот Моисеенко вроде бы выступал за интересы рабочих, бывший докер. И вот, теперь вот роль партии. Значит, вот три представителя было на суде от портовой организации Российского профсоюза докера, которые защищали от бывшего председателя, товарища или бывшего товарища Месеевского профсоюзную организацию, поскольку от нее требовал он, чтобы ему выдали 760 тысяч рублей за вынужденный врагов, полмиллиона еще, опять же, через профсоюзную организацию, значит, порядки компенсации морального вреда, и восстановили его председателем, хотя живой председатель, Владимир Александрович Петров, там, ну вот, и вот из этих трех человек было два члена рабочей партии России, товарищу, и вот, товарищ Павел. Это у нас политическая борьба, или не политическая борьба? То есть вот, а вот, романно политическая? По-моему, тоже политическая. Политическая там, где мир у нас, в Индии, не в России. Да, это вопрос. Политика там, где мир у нас, да, совершенно правильно. Совершенно правильно. Но это та дорога, это та дорога, на которой нас выводят на политическую борьбу. Если я буду ходить по дороге далеко от рабочего класса, по улицам, это очень важное политическое действие. Оно не выносит, не выводит на прямую политику. Власть она не ведет рабочего класса. Власть она ведет, но и власти рабочего класса. Потому что через парламент, пока мы знаем, что пришли люди к какой угодно власти, но у них власти рабочего класса. В то же время мы знаем, что без парламента нельзя действовать, и в сфере борьбу в парламенте надо вести. И об этом Ленин говорил, что даже то, что мы в Булыгинскую Думу, так сказать, не избирали, это тоже была ошибка наша. Хотя вроде мы там на волне еще революции 5-го года, думали, что мы победим и так далее. И тогда мы ошиблись. То есть не надо тогда отказываться, ни по коем случае. Надо видеть, где ядро партии рабочего класса, чтобы работать с рабочим классом. А где рабочий класс? Он где? Он где? Вот там. Какая работа там? Очень кропотливая. Сходите, пожалуйста, в каждую бригаду. В каждой бригаде. Она в смену работы. В каждую смену. В каждой смене расскажите, что происходит. В каждой смене призовите, что делать. И поставьте на голосование, какое решение вы приняли. И сделайте его всеобщим, чтобы как один сделать. То, что сделать коллективные действия, чтобы все вдруг плавно стали со скоростью в 10 раз меньше работать, это такое искусство политическое, что это очень сложно. Что при этом получается? А при этом получается, хочу вам все еще. Вот уже Константин Владимирович говорил, что там все знают, в какой партию подъявляют. Там вообще-то скрыть. Ну, когда при политической работе вы скроете это дело, это невозможно. Потому что никто с полиции не скрывает, никто же, я так сказать, не говорит, что мы вот только вот. Я-то очень просто говорю, что вот в этой профсоюзе вы дойдете до этого две и все. А дальше что будет? А я не знаю, что с тобой будет. Я-то и дальше подписался. Идти дальше, заработать. Я-то никуда не подписался. Мы не знаем, что с тобой. Мы сделаем так же, как вот эти. И вот было десятилетие российского профсоюза ДОКО. Подходит, известная там, в порту, антикоммунистская. Вы, конечно, говорит, коммунисты. Мы вообще-то против коммунистов. Но мы, говорит, за вас. А то, что против коммунистов, давайте не будем забывать, дорогие товарищи, что КПЦС, в которой было 18,6 миллионов человек, и которая орицетворяла коммунизм для всех нормальных, обычных, трудящихся, предала рабочий класс. Причем предала, но никак не по частям, а на своем съезде. Вот Виктор Аркадьевич там был в меньшинстве. Треть только поддержала его предложение, что мы идем не туда. А две трети официального, руководящего органа партии, съезда. И что вы хотите, чтобы сразу побежали за коммунистами? Не побегут сразу. Вы покажите, товарищи коммунисты, или мы, товарищи коммунисты, давайте покажем, что мы можем бороться за интересы рабочих классов вместе с рабочими. Так что мы им помогаем и в решении нынешних вопросов. А не тогда, когда я приду к власти, я тогда вам делаю хорошо. А там, как говорится, или и Шах умрет, или мир умрет, или я умрет. В том времени. Поэтому, конечно, надо эту политическую перспективу иметь в виду. Я хочу сказать, что мы до этой перспективы доходим и в миллионном порядке. Потому что, когда шла борьба за Фодекс, то, между прочим, авиадепетчеры голодали, были митинги у Думы, и, между прочим, Жириновскими дали по голове хорошо, палкой. И после этого он против нашего проекта не голосовал. Это политический такой. А у него были те охранеицы, и все прочее, и не помешалось. Не помешали эти дать ему по голове. Это очень хорошо. И надо сказать, что тогда по призыву Российского комитета рабочих были гудки, и остановки производства краткие. Когда, скажем, товарищи железнодорожники в 9 часов утра вдруг гудят. Им говорят, что вы делаете? Это до вас столько раз? Нет, мы проверяем. Есть в годах работаете или нет? А в чем проверяете все вместе в 9 часов? А совпало-то. То есть я хочу сказать, что если профсоюзы, в том числе, вот все присутствующие здесь члены политических партий, ставили вопрос о том, чтобы убрать этот правительственный проект, и убрать же правительственный проект, его же сняли. Нет же правительственного проекта, самого Книлова. Это же теперь компромиссный такой, который Димир Прохоров обвиняет в этот опять старый советский зод. У нас вот Шейн плакал, что уже все, мы умрем с этим кодексом, а теперь Димир Прохоров говорит, это ужасно, это как при социализме. Конечно, это плохой кодекс, только он гораздо хуже, чем был в зод, но... И вот эта борьба против правительственного проекта, против закона, причем целого кодекса закона по труде, буржуазного, это политическая борьба, мы ее ввели наступательно, мы первые внесли туда. И раз внесли, и два внесли, и три, и сначала были Красаков, Григорьев, Ионов и Шандемин, так, потом Абалиани, потом Абалиани Шейн, и наконец Шейна, который теперь в полегливой России, и демонстрирует то, о чем я вначале говорил. А теперь он уже там другую роль выполняет, как бы это под эту самую шапку, под шапку справедливой России, которую из партии Равтодакли подвести и просадить. А почему я делаю? И там тоже самое, берем вот ту же самую политическую борьбу, в том же первом этапе терминале, есть вот справедливая Россия, есть группа товарищей. Мы вот и зайдем в рабочую партию, а они пойдут в партию справедливой России. И что? Ну вот кроме этой отписки от товарища Миронова, там нет ничего, так сказать, а кто на переговорах? На переговорах, если для рабочей партии рачей, ну давайте их смотреть. Вот люди и смотрят, кто им друг, а кто им, так сказать, меньше друг. А как еще мы их привлечь? Как вы собираетесь привлечь нас в сторону коммунизма людей? Чем? Участием в общей борьбе, за общее дело. Вот задача приближения зарплаты к стоимости рабочей силы грандиозная, идет силами одного какого-нибудь терминала. И даже могучий профорганизация одной организации, теперь можно решить только усилиями рабочего класса России. Если бы мы сказали на 3% повысить зарплату, или как раньше было, давайте повышать зарплату. Это чистая экономическая борьба. А вот что такое, значит, вывести нас по уровню стоимости рабочей силы? Повысить ее 5-10 раз. Вот здесь 5, но как это? А, в других местах? В 10 раз. Так это что для этого нужно делать? Это нужно вообще свернуть, так сказать, перевернуть вообще то, что у нас происходит в экономике. И одобрать, и то, что украдут у народа, капиталисты, это могучая политическая борьба. И делать ее можно только сообщать. Я на несколько моментов тоже хотел остановиться. Во-первых, вот здесь еще одно направление, параллельное, скажем, к организованной профсоюзной борьбе. Тоже коллективная борьба за сохранение производства, на которой, ну, часто спонтанно застается, ребят, в критической ситуации. Время-время. В последнее время два примера наиболее ярких уже у нас есть. Первое, это поселок Стрежиев, Киевская область. Градообразующие предприятия. Завод по производству строематериалов, там, селекарных. Банкротят. Деваться некуда. Работать негде. Жители все, так сказать, сплотились в кучу обозвленных. Особого плана нет. Наших товарищей тоже. Тем не менее, значит, благо депутатским мандатом уградал Трула. Первый секретарь ООО. И шустрый, так сказать, такой инвестий спортивной организации. Вошли в эту ситуацию. Образовали некую организацию. Сначала сход жителей, потом они комитет выбрали. И вместе подумав, какие лозунги выдавить и как давить на областную власть, на собственные компоненты, выбрали путь. Требуют передать замок в управление трудового коллектива. А то их, собственно, собирают губернатору вмешаться, выделить кредиты из областного бюджета для того, чтобы и прочее, прочее. Значит, конечно, это может быть не столь серьезно, и как-то никто не думал, что перевезут завод в управление и прочее, прочее. Но давление было, оказывало такое, и резонанс. СМИ, там, внимание, все к этому делу, что вынуждены были вертеться. И тот же губернатор Белых, там, с Машей Гайдарой, и еще кто-то. Чего-то добились. Добились следующего. Значит, завод не банкротили. Так сказать, собственника сменили на более, скажем так, как и хорошего. Более уверен, наверное, сволочек, да? Значит, сумели сохранить организованность рабочих в этом деле, да? Белых вынужден был добиться определенных финансирований, кредитов и прочих дел. И хоть славу присвоил себе, но рабочие места сохранены. И организованность ребят сохранилась. У них там комитет, вон, вон, воплепили 200 человек, значит, с поселка. И хотя тот же Трула и партийная ячейка местная получила обвинение в анархосиндикализме, в увлеченности, и что это несерьезно, это пространство марктизма, но тем не менее они остались в авторитете у местных рабочих, и, главное, вот эта организованность, она продолжает существовать. Какой-то элемент рабочего контроля появился за всем этим делом. И у них же, вот на этом подъеме, что ли, или с этой инерцией, аналогичная ситуация в поселке Морыгина там есть. Так, тоже градообразующие предприятия, тоже награды и банкротства, значит, камень преткновения котельная местная, для зимы уходить и выбора в октябре. И вот на этой инерции наши товарищи с горяча, туда, так сказать, влезли, и провели главу администрации. 24-летнего парня, главой администрации, и вот этого муниципального образования поселок, небольшой, но 179 жителей, котельное состояние, и еще неизвестно, чем закончится. Благо, они все-таки, со мной, с планом в голове, что не администратор нас, а благодетельность, а администрация опирается вот на созданный комитет, а не только комитет жителей, комитет трудящихся создателей, и с помощью вот этих самых подборки с ним, вместе будем что-то вырабатывать, отстаивать историю. Перед властью. Это тоже, к примеру, коллективные действия, которые на ситуации диктуют. Люди, так сказать, они не в готовом профсоюзе, у них нет разработанного пути с полдобором и чем-то, но они больше собственного выживания здесь находят вот эти формы самоорганизации, которые, не факт, конечно, но, может быть, помогут выстоять, удержать рабочие места, дарить на представителей власти и собственника так, чтобы чего-то из них, из этих гражданцев, выпущено. Мы в Университете имели, ну, в какой-то степени аналогичный пример. Помните, в свое время ОМЗ отстоял свое производство полностью к гражданам поглощения Сименцем и ликвидации здесь производства. Стояло они тогда, и, так сказать, это надо признать. И сегодняшний год их более-менее благополучия, оно в том числе жизнется на тех действиях, когда Фивейского на тачке вывезли и прочее. Значит, менее удачно, например, тоже Выборгский ЦБК, так сказать, в этом деле. Есть отрицательные примеры. Возьмем мой, это самое, Тутаевский завод, да? Там даже зарплату не смотри, и за год, и за должности, и прочие, и прочие обязательства, и по цене элементы полностью, и ничего не было. Для того, что делать, конечно, сугубо творческое, часто застает с такими вариантами, которые вдруг и не подготовишься. Тем более, ценно каждый опыт, который уже есть до нас собранный, выработанный, выстроенный, значит, товарищем, как у Доггеров, или там, а у диспетчеров, ему, конечно, надо записывать просто, так сказать, для того, чтобы в соответствующих случаях брать и применять. А то, что касается, еще хотелось, маленькая ремарка по партии. Вот сейчас слышу, что в лес, я помню, когда мы митинговали на забастовке в Астонбурге, тогда были ребята, дай Бог памятник, по-моему, из профсоюза Портофлота. Там было 100 человек, тогда записано, 114, я помню. Были записаны патриоты России. И поскольку вот эти... А Юджин тогда и помогал, тоже патриотам России, впрочем. А поскольку на тот момент никакой ни помощи, ничего, вот они, горяча, нам эти партийные билеты показывали, как Орвары, Гринчары, Гринчары. Это я к тому, что по-настоящему укрепиться в рабочем классе с партийным влиянием, конечно, можно, только войдя непосредственно в организаторскую работу. И это очень тяжело. Поэтому вот здесь у меня, так сказать, призыв к себе и к нашему просьбе, так сказать, и призыв к конституции, в связи с другим фронтфонтом. Тем более, что, вот интересный момент, когда Геннадий Андреевич и Зиганов спросили, а как ваше отношение к фронтфонту, это на выборах, в районе, с избирателем встречи было, он вообще чистосердечно сказал, этот кремлёнский проект, он предназначен для того, чтобы у нас забрать голоса. А Кремль на Бгородске. Схот, значит, почему он чистосердечно? Потому что он честно сказал одно, он боится за свои голоса, потому что у них такая коммерция налажена с голосами. Это вообще идёт классно. Одного бюджетного финансирования на 180 миллионов. 20 рублей за каждый голос. В город. Парламентская франция и партия. А тут ещё какие-то непородисты идут, голосуйте за нас, говорят, они, говорят, мы сами хотим. И несколько дней назад Центральная контрольная комиссия КПР определила средства массовой информации от природ фронта как идеологических противников. И сайты, я числала. Идеологические противники у них. Ни единое рассеяние у ДПР, а вот непородисты из карантана, в том числе фронт. То есть той же кассы получает... Да. Вот этот ДПР очень интересный, показательный, и показывающий суть политической борьбы и политической... Народный нормальный, или нет? Вот. А прежний, и грозный? Ещё вот, я думаю, что... Конечно, надо признать, что по сравнению с выступлением в Западной Европе, наши выступления в период кризиса, они, были чиличами слабые, чахлые, чахлые, но есть и объяснение. Кроме того, что организованности намного меньше, значит, в Западной Европе правительство вынуждено были на уровне решения государства наступать на пятки председников, сокращать то и всё, пенсионный возраст поднимать, откровенно вполне это самое. И это их, конечно, больше подтолкнуло и вынудило. Значит, у нас пока не смогли удержаться, на это не пойти, но это только говорит о том, что нам готовиться надо. Круче. Нонализация была. Будет когда-нибудь. Кто имеет советский старт, повысить пенсию, потому что пока не придут голосовать. Кручно. У нас пока пенсия на одном из самых по возрасту, в советском, низком и прочем уровне... Но, дорогая, 67 лет, да? Ну, все, где-то мы целые, влечу, чем у нас. Но у нас кудрин, ученик Михаил Васильевич, по-плохо. Каждые несколько месяцев говорит, что не сделаешь, а ситуация нас вынудит. Мы вынуждены будем так говорить. Всё идёт психологическое позитое. Нет, нет, пенсионеров, поскольку им голосовать за нас, не, 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 сейчас, два года не по-напрингу. Да вы, 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 забрали. Но я к чему, что мне кажется, мне кажется, что при всём, при нашем малом опыте, но кое-где, вот эти изюмены, они достойны внимания из-за рубежных профсоюзов. Я был на переговорах с профсоюзами докером, грехом, в которых приезжали, ребят, неспомнение, прочее, прочее. И когда, в общем-то, их прижимали вопросом, слушай, вы такие массы уводите на улицах, там, 100 тысяч, а то и 600 тысяч по всей стране и больше. А чего же вы не закрепите это дело в коллективном договоре, ну, каждого предприятия, чтобы не со всем правительством Европы там бороться, а вот своего собственника из жопы к стенке прижали, так сказать, из него выбивали. Так вот, потом они вынуждены были сказать, что, слушайте, наверное, надо этот вопрос, ну, уже изучить, ну, что понимаете, вы под коллективным договором, и почему мы не используем, как это дело у нас, это надо будет нам толкать и дальше, кстати. Надо и греком написать, чтобы они не забыли, и поспрашивать, и посмотреть. Потому что действительно это вот такой, ну, понятный вопрос, требующий изучения, почему мы нет? Почему мы, почему мы нехотом меньше, так сказать, как мы понимали, как чему-то. Мы плохо знаем, по крайней мере, и задумывались, пойдет ли это дальше, но надо, конечно, не воспринимать. Вот, скажем, в тот же момент, в форме реализации диктатуры пролетариата через Советы, греки, наверное, вот, года-то и с нами беседовали, прежде чем начали говорить с нами на одном языке, а потом включать свои документы, программные документы, тезисциалистские и так далее, и тому подобное. Вот, вы видите здесь, как-то, взаимомолвать будете, полезное влияние. Спасибо. Надо заключить до слова тогда. Такое счет. Все, надо поблагодарить. Спасибо. Спасибо. Это практика. Все было сказано. Не за что. Всем спасибо за участие. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok